День с толком Из Барнаула может появиться рейс в Минск, о чем еще договаривались делегация из Алтайского края и президент Беларуси. Обошел единственного конкурента. В Алтайском госуниверситете прошли выборы ректора. Большая вода продолжает пребывать. За последние сутки опь в районе Барнаула поднялась еще на 4 сантиметра. Критический уровень на сегодняшний день превышен уже на 10 сантиметров. В микрорайоне Затон подтоплено несколько десятков участков. И если вода продолжит пребывать, а дожди еще прогнозируются, то их число будет расти и повышается риск подтопления уже жилых домов. При этом специалисты уверяют, что скоро ситуация должна нормализоваться. Уровень Катуни и Бии, по их словам, уже снижается. Однако дожди, которые обещают в крае завтра и послезавтра, могут помешать стабилизации обстановки в Затоне. К другим темам. С предложением проиндексировать социальные выплаты работникам скорой помощи и младшему медперсоналу намерено обратиться в правительство России депутаты АКЗС. Вопросы о направлении инициативы на федеральный уровень рассмотрят на ближайшей сессии ЗАГС Собрания. Отметим, инициатива принадлежит Комитету по здравоохранению парламента и двум фракциям – Единая Россия и КПРФ. К депутатам поступает большое количество обращений от медицинских работников и их руководителей с просьбой скорректировать положение постановления правительства России об индексации соцвыплат медикам малых городов и сел, в том числе сотрудникам станции скорой помощи. Напомним, что еще в начале апреля по стране прокатилась серия обращений от фельдшеров, в котором почему-то не индексировали соцвыплаты. Там почему контраст возникает, что если ты фельдшер в ЦРБ и занимаешься неотложной помощью, то ты получаешь эту максимальную выплату – 30 тысяч. А если ты на скорой помощи, где не менее, а даже более интенсивная работа, ты останешься на старой выплате в 7 тысяч. Мы не только обращаемся и призываем законодательные органы других регионов нас поддержать, внести коррективы, постановления. Еще раз говорю, она важная, нужная, замечательная. Это реальная поддержка, нанести изменения, стабилизировать ситуацию в лечебных учреждениях. Вот наша цель. Депутаты АКЗС, выступая с обращением в правительство России, предлагают увеличить спецвыплаты фельдшерам скорой до 30 тысяч, врачам до 50. А также установить спецвыплаты водителям скорой в размере 15 тысяч рублей. Разрешить получать спецвыплаты медикам, которые работают по совместительству. Внести в число получателей спецвыплат руководители медорганизации малых сел и городов, и их заместителей. Оттока управленческих кадров, так же, как и фельдшеров скорой, по словам председателя комитета АКЗС по здравоохранению Владимира Лещенко, тоже хотелось бы избежать. Готовность загородных оздоровительных лагерей к приему детей начала проверять специальная комиссия. Первым делом она посетила соснячок и дружных. Специалисты оценили, насколько лагеря отвечают нормам пожарной и антитеррористической безопасности. Всем ли необходимым обеспечены медицинские кабинеты, каковы санитарные условия и другое. Летний сезон не за горами и скоро в оздоровительных лагерях должна закипеть жизнь. А пока проверяющая компания, состав которой традиционно входят представители надзорных органов, силовых структур, депутатского корпуса, образования и здравоохранения, проверяют корпуса, медицинские кабинеты и столовые, насколько они отвечают санитарным нормам и пожарной безопасности. Готовясь к летней оздоровительной кампании, территории семи объектов оздоровления и отдыха детей благоустроили, отремонтировали кровлю, устранили последствия урагана прошлого года. Лагеря улучшаются, лагеря становятся современными, интересными и по оснащению, и по внешнему виду. У нас все-таки сеть лагерей, это семь муниципальных лагерей, поэтому во всех лагерях что-то происходит, что-то делается, где-то делается капитальный ремонт. В этом году большой акцент уделен на замену окон, поэтому практически во всех лагерях, во всех корпусах у нас установлены уже пластиковые окна, что позволяет сохранить тепло и осуществлять режим проветривания. Для создания комфортных условий за последние два года в лагерях капитально обновили несколько корпусов. Отремонтировали душевые комнаты, установили современные санитарные блоки и приобрели реабилитационное оборудование для детей с ограниченными возможностями здоровья. Уже в этом году модернизировали систему видеонаблюдения и дополнительно установили 35 видеокамер. У нас на организацию проведения было выделено порядка 200 миллионов рублей, 150 миллионов это средства краевого бюджета и 50 миллионов это средства городского бюджета. И на подготовку проведения ремонтных работ, пополнение материально-технической базы было выделено дополнительно 26 миллионов рублей, на которые были закуплены и дополнительные необходимые материалы, оборудование, спальные принадлежности. По итогу проверки лагеря Дружных и Сосничок допустили к работе. Отметим, приемка загородных оздоровительных учреждений продлится до 13 июня. За лето в них должно отдохнуть порядка 4 тысяч детей. Первые заезды начнутся уже 9 июня. Дмитрий Дроздов, День с толком. Сегодня в Михайловском районе произошло страшное ДТП. Шестерка улетела в кювет и перевернулась. Водитель и пассажир погибли на месте происшествия до приезда скорой. На 206 километрах, по 130 метров, произошло дорожно-транспортное происшествие. Предварительно установлено, что водитель женщина 1994 года рождения, жительница города Горнаула, управляя автомобилем ВАЗ-216, двигаясь со стороны села Боркорпост в направлении села Ракиты, не справилась с управлением, допустила съезд в левый путь в дальнейшем опрокидывании. Отметим, женщине водителю 30 лет, пассажиру 33 года. Обстоятельства произошедшего выясняются. А вот водителя, который сбил и бросил умирать девочку в селе Солонешном, суд заключил под стражу. По данным следствия, поздно вечером 21 мая этого года в селе Солонешное, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, передвигался на своем автомобиле по населенному пункту. На одной из дорог он допустил наезд на 16-летнюю девочку, возвращавшуюся с прогулки домой. От полученных травм несовершеннолетняя скончалась на месте происшествия. При этом водитель после случившегося покинул место ДТП. Тело подростка нашли на обочине утром 22 мая. 42-летнего жителя Солонешевского района задержали в кратчайшие сроки. Известно, что ранее он привлекался к административной ответственности за вождение в состояние опьянения. На данный момент проводится сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Самого первоклассного сварщика выбрали в Барнауле в рамках регионального этапа всероссийского конкурса «Лучший по профессии». О состязании специалистов, которые представляют собой своеобразный сплав художника и хирурга, расскажет Данил Кузнецов. На счет три приступаем к сварке. Раз, два, три! Теория сдана, отсчет для практики пошел. У 13 участников конкурса «Лучший по профессии» есть 40 минут, чтобы сделать лучший шов в своей жизни. Здесь, как в хирургическом отделении, важна точность и аккуратность. Вот только вместо мягкой кожи пациента твердый металл. А скальпель заменяет сварочный электрод. Сплавить нужно две трубы под углом 45 градусов на весу. Задание непростое. На то и всероссийский уровень состязаний. Региональный этап, по традиции, проходит на одном из крупнейших заводов Барнаула. «Буквально каждый сантиметр сварщик должен менять наклон электрода, скорость сварки и формировать качественный шов. Как изнутри, так и снаружи, потому что подкладного кольца нет. Все на весу». Как и в хирургии, в сварке самое главное – функционал шва. Однако до радиографического контроля, который показывает дефекты, трубу могут не допустить. Для мастеров сварного дела куда важнее проверка визуально-измерительная. Внешний вид играет далеко не последнюю роль. Так что в определенном смысле нужно быть еще и художником. «Можно электрод сравнить, например, с карандашом или кистью. То есть так же, получается, наносишь металл, расплавленный на изделие. И так же чешуя, шва может быть разная, может быть красивая, может быть некрасивая». Но если классических художников в Алтайском крае хватает, то рабочих, в том числе сварщиков, катастрофически не достает. Для привлечения кадров те же заводы и зарплату поднимают и создают разные дополнительные меры поддержки сотрудников. На это сегодня нацелена вся промышленность и особенно оборонные комплексы. «Они подняли существенно заработную плату, согласовали это со своими заказчиками. И люди идут туда, плюс там предоставляется бронь, как вы все знаете. Поэтому как-то пошли кадры туда. И мы отмечаем, что еженедельно где-то там от 30 до 80 человек пополнение идет еженедельно этих предприятий». В целом Алтайским заводам недостает сегодня около 10 тысяч человек. Профессиональные конкурсы призваны повысить престиж профессий и материально поощрить талантливых рабочих. К примеру, лучшие сварщики этих соревнований в зависимости от призового места получат от 60 до 100 тысяч рублей. Не меньше, чем порой художник получает за достойную картину. Даню Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. В Алтайском государственном университете выбрали ректора. Им стал действующий руководитель вуза Сергей Бочаров. Его поддержало большинство голосующих. У Бочарова был всего лишь один конкурент – Роман Ракитин, директор колледжа АГУ. Голоса среди двух кандидатов распределились следующим образом. За Ракитина 52 голоса, за Бочарова – 174. Таким образом, Сергей Бочаров выходит на второй срок. Добавим, что изначально своей кандидатуры на должность директора выдвинули 5 человек. Но по каким-то причинам трое из них не прошли аттестацию в Министерстве образования. Подробнее о том, как прошли выборы и какие планы ждут Алтайский госуниверситет, расскажем в ближайших выпусках. Жители края, возможно, смогут из Барнаула напрямую летать в Минск. По крайней мере, такое предложение озвучил президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе рабочей встречи с делегацией из Алтайского края. Он подчеркнул также, что республика заинтересована в развитии туризма с нашим регионом. Это один из красивейших, просто сказочных регионов России. Для активизации поездок деловых и туристических необходимо хорошее транспортное сообщение. А точнее, открытие прямого авиарейса между Минском и Барнаулом. Это, на мой взгляд, также актуальная тема для взаимной проработки. Кроме того, Беларусь заинтересована в поставках алтайских комплектующих для машиностроения и лифтового оборудования. В свою очередь, республика готова удовлетворить потребности края в запчастях и сервисном обслуживании сельскохозяйственной техники. А также поставлять новейшие модели комбайнов по лесу и тракторов «Беларусь». Отметим, в 2023 году товарооборот между Беларусью и Алтайским краем превысил 100 миллионов долларов. Больше тысячи маленьких пациентов со всей страны присоединились к проекту барнаульской художницы. Девушка совместно с психологом разработала курс арт-терапии для детей, которые борются с онкологией. Прямо в палатах они могут заниматься творчеством и отвлекаться от процедур. Подробнее расскажем в сюжете. Когда лечение затягивается на долгие месяцы и даже годы, эти рисунки помогают хотя бы немного отвлечься от больничных стен. Художница Юлия Губернаторова занимается арт-реабилитацией детей, которые лечатся от онкологии. Девушка выкладывает онлайн-уроки и дает обратную связь маленьким пациентам. Чтобы не запачкать рисунок, можем поставить пальчик на мизинец, чтобы он дал нам дополнительную опору, а кисть свободно двигалась. Проект у Юлии родился во время пандемии, и тогда он не выходил за пределы края. Проект был спасением в период карантина, осенью и весной. Ведь зачастую в онкоотделении лежат дети с нулевым иммунитетом. Волонтерам просто нельзя к ним приходить. Недавно проект художницы выиграл в конкурсе президентских грантов. И это позволило расширить его на всю страну. Кстати, уже дома, в ремиссии, дети продолжают писать картины. «Почему именно это хобби?» «Потому что спокойно. В пять лет я попал в больницу, мне было очень скучно. Но потом пришла Юля, спасительница, и научила меня рисовать». «Архив вообще не любил рисовать, от слова совсем. Здесь пришла Юля и научила его рисовать. Он рисует дома, он рисует вообще всем. Особенно в последнее время он увлекся рисовать портреты. Именно карандашом. Это удивительно просто». Арт-терапия Юлии заинтересовала известные федеральные центры. Там уверены, что рисование помогает детям раскрыться и сделать пребывание в больнице хотя бы немного интереснее. «На выздоровление, на восстановление влияет успешно, потому что это арт-терапия, которая прошла во многих вещах. То есть не только в восстановлении эмоционального стратуса, но и также для восстановления моторики, которая часто может страдать». «В период после лечения, особенно после химиотерапии, очень многие участки головного мозга замедляют свою работу. И все, что направлено на развитие мелкой моторики, это все в первую очередь активирует центры головного мозга. А рисование – это напрямую. Это работа с кисточками, с карандашами, с красками. Это вот самый такой доступный инструмент. И просто с одной стороны простой, с другой стороны он просто богатейший». К сожалению, болезни нельзя стереть ластиком. Но каждый штрих на бумаге уже в каком-то смысле путь к выздоровлению. И на этот путь встали уже больше тысячи маленьких пациентов по всей России, которые присоединились к проекту барнаульской художницы. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком. Удержать 24 килограмма на вытянутых руках и не дрогнуть. В Барнауле 9 сильнейших спортсменов боролись за титул «Самый сильный человек Алтайского края». Обо всем подробнее расскажет моя коллега Валентина Аскерова. «Как можно дольше должен спортсмену держать?» Берет в руки молот Тора весом 24 килограмма и держит на вытянутых руках. На парковке торгового центра стартовало зрелищное шоу с участием титулованных спортсменов края. Дебютант в силовом экстриме хоккеист Илья Кафанов удерживал гирю аж 49 секунд. «На самом деле было непросто. Я подготавливался в течение трех месяцев, старался. Все-таки дебют. Надо показать себя с лучшей стороны. Но пока вроде иду на первом месте». «В процессе явно было нелегко. Как себя поддерживали? О чем думали?» «Первая мысль, когда была 20 секунда. Илья, зачем тебе это нужно? Вторая мысль. Илья, соберись. На тебя все смотрят. Ребенок, жена, папа, мама. Ну и зачем ты здесь стоишь ради этого? Нужно стоять до конца». Зрелищные выступления притянули сотни глаз. Зрители наблюдали за сильнейшими спортсменами края и за показательными выступлениями тхоккландистов и за участниками военно-спортивного клуба «Миротворец». Спортсмены на протяжении нескольких часов боролись за престижные медали, почетные дипломы и денежное вознаграждение. Общий призовой фонд соревнований составил 80 тысяч рублей. По итогам в прямом смысле тяжелой борьбы места распределились следующим образом. Бронзу завоевал Дмитрий Большаков, серебро – Илья Кафанов, а золото взял Сергей Потехин. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком. Московский театр имени Сергея Образцова и питерский Карлсон Хаус приедут на третий по счету Всероссийский фестиваль гугольных театров «Зазеркалье». Он пройдет в Барнауле с 11 по 16 октября. Состав его участников существенно расширился. Кто еще приедет, какие постановки покажут барнаульским зрителям, а также какие эксперты будут в образовательной программе о фестивале. И о продаже билетов на фестивальные показы. Обо всем об этом смотрите в нашем сюжете. 12 театров из разных регионов страны приедут в Барнаул на фестиваль «Зазеркалье». Организаторы говорят, география впечатляет. Новокузнецк, Новосибирск, Чита, Нижний Тагил, Брянск, Мурманск и другие. Везут самые разные постановки и для самых маленьких зрителей, и для взрослых. Назовем лишь пару примеров. Забайкальский театр «Кукол. Тридевятое царство» привезет нам спектакль «Море волнуется». Это спектакль про девочку Моли, которая живет на берегу моря, и с ней случаются разные интересные истории. Новосибирский театр «Кукол» привезет спектакль про ежика и медвежонка. Это спектакль по сказкам Сергея Козлова. Тоже очень интересная в художественном плане. Там такая строительная площадка, что там как ежик в виде какого-то стамеска. Ни интересных постановок не будет, уверены организаторы. Впрочем, разнообразной планируется и образовательная программа. Ждут шикарных экспертов. Из театра «Образцова» приедет Ольга Шестерякова, бывший сотрудник нашего театра «Кукол». Она вообще актриса, которая работает в большом количестве в моноспектаклях. Нам бы хотелось поисследовать, что для этого нужно, что важно актеру, когда он работает в моноспектакле. Притом она всегда говорит, я беру свой чемоданчик, беру свой маленький чемоданчик, где маленькие куклы, еду и радую детей. И это тоже очень важно, чтобы у театра была такая форма. Обучение пройдет и труппа нашей сказки. Хореограф Александр Козин проведет мастер-классы по пластике. В образовательный процесс вольются и руководители театров. Для них тоже пригласили эксперта, бизнес-тренера Александра Шошина. Немного о гостях вне фестивально-конкурсной программы. Благодаря гранту губернатора в Барнаул удалось пригласить Московский театр имени Образцова. Так получается удачно, что этот театр сразу, можно сказать, работает на две темы. С одной стороны, это участие в нашем фестивале. А с другой стороны, мы находимся с вами в течение года 95-летия Шукшина. Театр кукол Образцова привезет работу именно по Шукшину. Жена мужа в Барис провожала. Очень интересно посмотреть, как в кукольном прочтении будет выглядеть. Кстати, билеты на постановки театра имени Образцова появятся в продаже уже 1 июня. Они обойдутся дороже всего, в 1500 рублей. С 15 июня будут доступны билеты и на другие спектакли. Цена на них от 600 до 800 рублей. Хочется сказать и о новшествах. Фестивали обновили и сувенирку, и главный приз, и логотип. И появилась вот такая девочка. Девочка у нас всегда была, но мы ее вывели на первый план. Она называется фантазия. Это, конечно, более широкое понятие, более какое-то духовное, куда мы все стремимся в какой-то мир воображения. В фестивально-конкурсном показе примет участие и наш театр кукол «Сказка» со спектаклем «Папа ищет работу». Напомню, что «Сказка» уже брала гран-при на первом фестивале с постановкой «Недоросель». Добавлю, что с приобретением билетов стоит поторопиться. Ведь к сентябрю их может уже не быть в продаже. Но я отмечу, что фестивальные постановки, кроме «Сказки», пройдут также на сцене Молодежного театра «Алтая». Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов, день с толком. На этом у меня все новости. Смотрите нас на «22 кнопки» в соцсетях. Напоминаю, что телефон нашей редакции 205 545. Звоните и рассказывайте о том, что вас волнует. Ну а через несколько секунд узнаем, какой будет погода. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok